Узаконить гаражный самострой за 5000 рублей. Так аферисты пытаются заработать на будущей научной долине МГУ, где строители сносят в московский Шанхай. Мошенники продают членство в неком кооперативе и обещают компенсацию за снесённый гараж. Репортаж Стаса Редикульцева. Будущая научная долина МГУ – это лабиринт улиц, застроенных гаражами. Полиция сюда заходит редко, а посторонним здесь не рады. У психиатра стою на учёте, но я, чтобы не украсть, уже не могу. Ну, притягивает. Обитатель московской фавелы, известной как Шанхай, объясняет, чем занимаются сотни автомастерских в гаражных боксах. Чё тут? Ну, как ты думаешь? Вот заехала машина за 15 минут, она забыла здесь. За 15 минут. Тебе чё надо? Ты говори, мы тебе сейчас всё достанем. Не надо. Самое главное, чтобы у тебя капуста была. Здесь же, за железными дверями, кафе, бильярдные, сауны, гаражи в Раменках, многомиллионный теневой бизнес, а ещё жильё для нелегалов. Ну, говорите, пожалуйста, сколько раз, за что? Два раза. Два раза за что? Вон автомобиль и убийство. Здесь у нас ворота были. Сносить Шанхай начали ещё в прошлом году. Гараж Татьяны Вареничевой демонтировать не успели. В нём почти год жили неизвестные. Когда я пришла сюда, на нём висел замок, хотя я его не вешала, этот замок. То есть повесил кто-то его другой. Там лежали ковры, какие-то миски, чашки, посуда. Гараж Татьяна купила 25 лет назад за 150 долларов. Ежегодно платила взносы. За снос ей обещали 100 тысяч компенсаций. Но при условии наличия документов. А у неё, кроме членской книжки, ничего нет. Недавно мне позвонил некий Борис Иванович Герасимов. Сказал, что он председатель ГСК «Феникс». Предложил прийти, оформить, вступить в их кооператив с тем, чтобы нам выплатили компенсацию за гаражи. Гаражей нет, а кооператив остался. На двери офиса вывеска от руки. Приём новых членов ведёт лично председатель. Мы вам сделали в год 5 тысяч рублей. Мы должны бесплатно работать. 5 тысяч рублей, и вам формируются документы. Эта бумага, по словам председателя, легализует гараж, и по ней можно получить деньги. Вступаю в ваш кооператив, и мой гараж, который я построил 10 лет назад незаконно, становится членом вашего кооператива, и я потом... Там огромное количество гаражей, построенных незаконно. В ходе разговора выясняется, что компенсации гаражникам вроде бы никто и не обещал. Светскую кружку выдаём, и выдаём подтверждающие документы о том, что они являются правообладателями. Ни один человек не получит деньги, компенсацию за незаконно построенный гараж. Московский Шанхай доживает последние дни. Обитатели этих трущоб и те, кто привыкли считать себя их хозяевами, годами извлекали из гаражей прибыль. Пытаются заработать и напоследок. Стас Редикульцев, Михаил Ростовцев, Максим Дарочкин и Михаил Уткин. Вести. Продолжение следует...